Здравствуйте! В эфире программа «Серьезный разговор» у нас в студии начальник ГИБДД города Череповца Александр Андреев. Здравствуйте, Александр Леонидович. Приятно видеть. Здравствуйте. Итак, прошедшая неделя обернулась кошмаром для нескольких череповецких семей. Кошмаром, потому что в авариях на дороге пострадали дети. О причинах ДТП и последствиях расскажет наш сегодняшний гость. Александр Леонидович, вообще сколько ДТП с участием детей произошло с начала года на Череповецких дорогах? Если взять общую статистику, на территории города на сегодняшний день зарегистрировано 103 ДТП. Из них 11 ДТП, это детские дорожно-пранспортные происшествия. На территории города 3 человека погибло и 127 ранено. Из 11 ДТП, которые произошли на территории города, 11 детей пострадало. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, в состоянии комы, который был сбит на улице Металлургов на пешеходном переходе. Это крайне тяжелое состояние и дорожно-транспортное происшествие такое неоднозначное. То есть по виновности и водителя, и ребенка сейчас проходит в рамках уголовного дела, будет проведена проверка. Если взять федеральные областные дороги, там было зарегистрировано 2 ДТП, 3 ребенка пострадало. На федеральных областных дорогах основное нарушение это невнимательность родителей при перевозке детей, не использовать детские удерживающие устройства. Если коснуться города Череповца, взять по статистике, то, конечно, из 11 ДТП примерно поровну делятся это и дети-пешеходы, и дети, которые находятся в автомашинах и перевозятся. Есть, конечно же, и с использованием детских удерживающих устройств, но, к сожалению, дорожно-транспортное происшествие происходит, и сила удара не спасает детского удерживающего устройства. Ребенок получает травму. Одно ДТП зарегистрировано с ребенком-велосипедистом. Вот дети-пешеходы, вы сказали, дети переходили дорогу в положенном месте или все-таки в неположенном месте, если посмотреть на все аварии? Ну, если взять статистику, конечно же, большинство детей переходят в установленных местах. Здесь, наверное, следует отметить все-таки, акцентировать внимание родителей на правила перехода детей. То есть не нужно то, что, если не регулируем пешеходный переход, смело вставать на проезжую часть. Мы должны понимать, что транспортное средство – источник повышенной опасности. Водитель может отвлечься. Не исключены факты, мы задерживаем водителей из состояния алкогольного опьянения, наркотического опьянения. Особенно много фактов сейчас наркотического опьянения, когда водитель не может ориентироваться в пространстве, он не может дату сказать, время, где находится. И мы должны понимать, что такое транспортное средство может создать беду. Поэтому, конечно же, хотелось бы обратиться к родителям, чтобы в первую очередь ребенок смотрел, остановилось ли транспортное средство. Если оно остановилось, то в этом случае начинать переходить в проезжую часть. Если дорога многополосная, то необходимо убедиться, что все полосы остановились. И в этом случае только ступать на проезжую часть. Если ребенок в чем-то сомневается, необходимо попросить взрослого, который рядом находится на улице, обратиться к взрослому, чтобы помог перевести ребенка, но опять же с соблюдением всех правил дорожного движения через дорогу. Это касается же, конечно же, и взрослых. Если они видят, что ребенок пытается перейти в проезжую часть, может быть не по правилам, необходимо помочь в правильном переходе проезжей части. Ну, наверное, и стоит отметить, что очень многие дети и в капюшонах переходят дорогу, да, завесившись капюшоном, и в наушниках, и какие-то смс-ки пишут, что тоже может, я так понимаю, повлиять. Да, совершенно правильно. В первом квартале этого года мы выборочно берем наиболее опасные пешеходные переходы. Сотрудники ГИБДД работают на этих пешеходных переходах. Конечно же, есть и отрицательный фактор этой работы. Пешеходы немножко чувствуют, так скажем, видя сотрудника ГИБДД, более смелей шагают на пешеходный переход. Мы это отмечаем, и, конечно же, это полное заблуждение со стороны пешехода. И здесь сотрудники работают именно с пешеходами, с детьми, особенно с детьми, чтобы при переходе проезжей части, конечно, исключать прослушивание музыки, прослушивание в наушниках, разговоров ни в коем случае не должно быть. Все внимание должно быть сосредоточено на переходе именно проезжей части. Ну и, конечно же, работаем с водителями, потому что от водителя тоже многое зависит. При приближении к любому нерегулированному пешеходному переходу, регулированному пешеходному переходу он должен снизить скорость. То есть водитель должен готов быть к внезапному появлению на нем пешеходов. Это записано в правилах дорожного движения, но мы должны понимать, что все-таки дети, они мгновенно принимают решение, и водитель может не всегда в состоянии сориентироваться. Но все мы были детьми и понимаем, как мы можем перейти проезжую часть. Поэтому, конечно же, водителям надо быть предельно осторожными, не превышать установленную скорость, но перед пешеходными переходами и держать ее намного меньше, чтобы быть готовым и вовремя, главное, остановить свое транспортное средство. Какая работа ведется с водителями, которые оставляют свой транспорт вблизи пешеходных переходов? Уж много и обращений было, что не закрывайте обзоры все равно, некоторые ставят. Одна из проблем именно нарушение правил остановки стоянки в зоне пешеходных переходов. Некоторые водители считают, где удобнее там и встал, они не видят знаков, встают на пешеходных переходах. Мало того, что они не удерживают тот норматив, согласно правилам дорожного движения, где транспортное средство должно быть остановлено не менее 5 метров, оставляют на пешеходном переходе, не понимая то, что любой автолюбитель скажет, когда пешеход появляется внезапно, плюс есть какая-то помеха для движения. То есть транспортное средство у нас разрешено оставлять, парковать параллельно проезжей части. Многие водители, конечно же, пространства мало, ставят ее под уклоном. Фактически, если двухполосная дорога, одна полоса занята, и тут, представьте, из-за этого припаркованного транспортного средства появляется пешеход, а тем более ребенок, которого не видно из-за транспортного средства. Мы производим эвакуацию, уже, если взять первый квартал, составлено почти 300 административных материалов за нарушение правил остановки стоянки именно в зоне пешеходных переходов. Здесь, конечно же, хотелось бы еще раз обратиться к автолюбителям. Все-таки выбирали место для остановки стоянки. Ну, я думаю, что не состоит труда оставить транспортное средство, пройти 200-300 метров, чтобы потом не было именно другой работы, да, забирать транспортное средство со штрафной стоянки, либо быть очевидцем или участником дорожно-транспортного происшествия, потому что, если произойдет наезд на пешехода в зоне, там, где водитель оставил свое транспортное средство, то он также будет соучастником дорожно-транспортного происшествия и также может понести административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. Вот сейчас ведется мощная пропаганда детских кресел, и вы говорите, нарушителей все равно много, но вообще что-то меняется в лучшую сторону в этом отношении? Ну, хотелось бы все-таки отметить, что родители ответственно стали подходить. Детские удерживающие устройства именно приобретают, и те проверки, которые мы проводим, и в детских дошкольных учреждениях, и проверки по прибытию детей, по подвозу детей к школам. Родители все-таки в основном, 80%, они приобретают детские удерживающие и используют детские удерживающие устройства. Конечно, у нас неохваченный сектор остался, это так называемые таксомоторные перевозки. К сожалению, что есть такое правило, что и водители такси в некоторых случаях отказываются перевозить детей. Но все-таки здесь необходимо, если водитель занимается таксомоторными перевозками, иметь детское удерживающее устройство, ну, пусть ту же самую подушку, да, которая позволяет пристегнуть ребенка, чтобы не произошло дорожно-транспортного происшествия именно. Но когда, конечно же, грудной ребенок необходимо все равно перевозить в люльке, в специальном детском удерживающем устройстве. Но все-таки положительные моменты есть, но 269 водителей наказаны с начала года. Если взять аналогичный период прошлого года, это значительно меньше, поэтому мы отмечаем, что все-таки родители выполняют обязанность. Ну и понятно, что статья предусматривает жесткую административную ответственность, 3000 рублей, и поэтому, конечно же, проще приобрести это детское удерживающее устройство, чтобы потом не возникало проблем ни с госавтоинспекцией, а главная проблема – это не возникло проблемы со здоровьем ребенка. Любое столкновение – это травма ребенка. Ну а детское удерживающее устройство, оно меминизирует получение травм именно ребенка. Ну и, наверное, не надо учить ребенка с самого детства нарушать закон, когда у нас родители говорят, вот стоит дяденька-милиционер, падай скорее вниз, чтобы мама не получила или папа штраф. На улице становится тепло, дети велосипедисты, дети на роликах, а многие родители вот не видят угрозу, не в велосипеде и выпускают детей кататься, где угодно, вот какие правила существуют именно для маленьких велосипедистов? Ну, к сожалению, да, многие родители именно взяли за пропаганду здоровый образ жизни, но мы должны понимать, что велосипед может принести такую же беду в дом, это и падение с велосипеда, это и наезд транспортным средством на велосипедиста, те три категории, которые позволят нам законодатель градировать детей, да, управление велосипедом до семи лет, до семи лет мы должны понимать, что только присутствие взрослого, только на закрытых территориях, парки, скверы, стадионы, от семи до четырнадцати лет здесь тоже только присутствие взрослого, где-то куда-то управляет ребенок, ни в коем случае не появление на проезжей части, ни на обочинах, то же самое мы рекомендуем все-таки управлять велосипедами, где-то вот парки у нас есть, площади, закрыты именно стадионы, так скажем, ну, где нет присутствия транспортных средств. Большая проблема у нас возникает с детьми старше 14 лет. Здесь, конечно же, родители должны понимать, и мы все понимаем, да, в условиях города Череповца движение очень насыщенное, и передвижение ребенка по улицам города опасно, как по тротуару, так по улице. Все-таки необходимо, опять же, наверное, акцентрировать внимание на катании, где-то, еще раз говорю, на закрытых площадях. Если родитель передвигается с ребенком по тротуару, они не должны создавать помех для движения пешеходам. Это основной на сегодняшний день у нас возникает конфликт, именно конфликт пешехода и велосипедиста. Мы должны понимать, что велосипедист, если выезжает на проезжую часть, при той интенсивности движения, конечно же, он может получить очень серьезные травмы. Опять же, как я выше говорил, тем более у нас за рулем ездят и нетрезвые водители, и в состоянии наркотического опьянения. Может произойти банальное перестроение транспортных средств, другой водитель будет уходить, всегда привычка у водителя, всегда уйти от столкновения, уйти куда-то в световую опору, наехать на пешехода. Конечно же, он должен сохранять самообладание, пусть будет столкновение, но исключить жертвы. Здесь все-таки особое внимание хотелось бы родителям, чтобы они напомнили правила поведения на проезжей части, убедились сами, что ребенок умеет кататься. Но особую тревогу вызывает это пересечение нерегулированных пешеходных переходов. Обязательно спешиваться, велосипед рядом и убедиться, что транспортные средства остановились, в этом случае переходить проезжую часть. Но все-таки на сегодняшний день, как совет ГИБДД, как мой личный совет, детей одних не отпускать на велосипеде на улице нашего города. Они слишком опасны, только закрытая территория. Иногда родители покупают детям дорогие игрушки, к которым относятся скутеры. Какие правила сейчас существуют для скутеристов? Насколько опасно вообще появление ребенка на скутере на проезжей части? Здесь у нас мы регулярно регистрируем. Сейчас подходит этот мотосезон. Госавтоинспекция снова готовится к мотосезону. Будут у нас, конечно же, и водители, которые злостно не выполняют правила дорожного движения, у которых ветерок в голове прокатится по городу. Конечно же, нужно будет пресекать такие нарушения. Но то, что касается особенно детей, конечно же, можно купить мопед, мотоцикл, где-то, может быть, в деревне, в тихой, спокойной деревне. Но сейчас таких деревень у нас, наверное, нет. В другом даче, машину у всех, где-то покататься. Но ни в коем случае, конечно же, не появляться детям на проезжей части. У нас установлено. Теперь необходимо водителю скутера, мопеда иметь категорию М. Либо, если водитель не является ребенком, любая категория открыта, она достаточна для управления мопедом, скутером. Конечно же, уже показывают у нас и выходные дни, когда мы проводили рейдовые мероприятия уже. На федеральной дороге Вологда-Ново-Ладога мы задерживаем уже детей на мопедах и мотоциклах 2000 года рождения, 2001 года рождения. То есть здесь, конечно же, хотелось бы обратиться к родителям. Горе, оно непоправимо. Даже если произойдет травмирование ребенка, это все потом скажется. И здесь ни в коем случае не надо думать, что ребенок будет вот где-то здесь, вокруг дома на мопеде кататься. Мы должны понимать, покупая мопед, мотоцикл, 5 метров ребенку недостаточно для того, чтобы он катался. Либо тогда присутствие взрослого, либо выбирать более безопасный метод передвижения. Купить ролики, пусть на площадке кататься. Но мопед все-таки в нынешних условиях, опять же, это дорогая игрушка. Плюс, если ребенок будет задерживаться, есть административная ответственность для родителей, статья 535 административного кодекса. Транспортные средства эти будут задерживаться на штрафную стоянку. Это, опять же, бремя нести финансовое. Ну и все-таки хотелось, чтобы родители с пониманием отнеслись к советам госавтоинспекции. Ну и организовали катание детей где-то, я еще раз говорю, в деревне можно покататься, наверное. Там не такое интенсивное движение в присутствии взрослых. Но в городе Череповсе не нужно выпускать детей. То есть управлять скутером можно с 18 лет только? И как вообще получить? В 16 лет получают категорию М. А каким образом? То есть это что, экзамен теоретически, практический? Сейчас в автошколах разработаны уже рекомендации. Идет набор участников, желающих для обучения. Все уже вступило в законную силу. То есть все нормативы, глава 12 действует для водителя скутера, так же, как для водителя транспортного средства. Поэтому только после обучения, получение соответствующей категории. Но это исключение еще раз является для водителей, которые имеют определенную категорию, любую открытую категорию. Им можно управлять мампедом, скутером. Но для остальных только после обучения. Еще одна больная тема, которую хотелось сегодня бы затронуть, это пешеходы, взрослые пешеходы. Что говорит статистика об этих участниках дорожного движения? К сожалению, этот год у нас проблема – это нерегулированные пешеходные переходы. Вообще пешеходные переходы особенно нерегулированные. В этом году у нас два человека скончались на пешеходных переходах. Одна пешеход – женщина на регулированном пешеходном переходе, мужчина на нерегулированном пешеходном переходе. Опять же, то, что касается мужчины, который скончался на нерегулированном пешеходном переходе, водителя было проведено свидетельствование. Он оказался в состоянии наркотического опьянения. То есть мы должны понимать, что по улицам города не так безопасно. Все водители передвигаются. Всего зарегистрировано 23 наезда. Как я сказал, два человека пострадало, 25 ранено. Два погибло, 25 ранено. Здесь, конечно же, конфликт на нерегулированном пешеходном переходе. Водитель-пешеход, он всегда будет, наверное, да. Водители обвиняют, что пешеход неожиданно появляется. Пешеход якобы, что водители не останавливаются. Но как для одних, так для других все-таки хочется сказать, что водители же тоже когда-то есть пешеходы, да. Ну и к пешеходам обратиться. Если транспортное средство не остановилось, не надо торопиться, убедиться, что оно остановилось. И только в этом случае переходить в проезжую часть. Жизнь, она всегда дороже и здоровье дороже, да. Пешеход будет прав со стороны госавтоинспекции. Мы работаем, конечно, но мы должны понимать, в городе Череповце 512 нерегулированных пешеходных переходов. Выстроить на все мы не можем. А есть пешеходные переходы сложные, действительно, для передвижения. Именно мы работаем в тех точках, где они сложны для перехода. Но, еще раз говорю, как говорил выше, пешеход расслабляется при виде сотрудника ГИБДД. Ну а водителям, конечно же, пожелать, все-таки, хотелось бы, наверное, сдержанности, не торопиться. И перед пешеходным переходом всегда знать, что здесь может неожиданно появиться пешеход. Да, он может неожиданно появиться. Именно здесь, к чести водителя, сдержать свое транспортное средство. И та реакция, которая, согласно правилам дорожного движения, да, есть там 2 секунды у водителя. Он должен среагировать на любую ситуацию. Вот именно и применить знание правил дорожного движения и среагировать, остановить транспортное средство, даже если пешеход появился неожиданно. Ну и летний период, именно здесь возрастает скоростной режим. Здесь к водителям хотелось бы обратиться, что, согласно правилам дорожного движения, скорость в населенном пункте 60 км в час. Чтобы водители не делали иллюзии, что их не наказывают, их не штрафуют. Что есть планка 20 км. Потому что, если произойдет дорожно-транспортное происшествие, экспертиза покажет, что водителя было превышение скорости. Согласно закону, скорость у нас 60 км в час. Поэтому также он может понести административную и уголовную ответственность и быть признанным виновным в дорожно-транспортном происшествии. Вот что самое интересное. Некоторые водители, когда становятся пешеходами, тоже любят нарушать. Недавно с вашими инспекторами наблюдали картину. Женщина перебегает дорогу в неположенном месте, перелазит через забор, идет по газону и собирается перелезть через второй забор. Когда инспекторы спрашивают, в чем вообще проблема, она говорит, так у меня же здесь машина стоит. Мне зачем идти до пешеходного перехода? То есть, ну вот, опять же, палка о двух концах. Да, совершенно правильно. Если взять статистику, все-таки большую часть мы привлекаем пешеходов. За первый квартал мы привлекли почти 5000 пешеходов за неправильный переход в установленных местах, за переход на запрещающий сигнал светофора. Ну и нарушение статьи 12.18, непредоставление преимущества, привлечено 2489 водителей. То есть, водители должны понимать, что мы работаем как с пешеходами, так и с водителями. Спасибо, Александр Леонидович, что пришли к нам в студию. Надеюсь, участники дорожного движения к советам прислушаются, и аварий будет гораздо меньше. Ну, я напоминаю, сегодня у нас в гостях был начальник ГИБДД города Череповца Александр Андреев. Это была программа «Серьезный разговор». До встречи в среду.